Когда же я горделиво восставал на тебя и шел против хозяина под толстым щитом своим, тогда этот низший мир вздымался выше меня и на меня наваливался. Не было пощады и не было передышки. Сбившийся вместе кучей вставала со всех сторон перед моими глазами тварная, а перед мыслью, преграждая дорогу назад, его подобие. Мне было говорили, будто куда идешь, недостойный и грязный. И все это росло из моей раны, ибо смирил ты гордого, как раненого. Надменность моя отделила меня от тебя, и на лице, слишком надутом, закрылись глаза. Ты же, Господи, пребываешь вовек, но не вовек гневаешься на нас, ибо пожалел ты прах и пепел, и угодно было в очах твоих преобразить безобразие мое. Ты колол сердце мое стрекалом своим, чтобы не было мне покоя, пока не уверюсь в тебе внутренним зрением. Опадала надутость от тайного врачевания твоего, и расстроенная, помутившееся зрение души моей со дня на день восстанавливалось от едкой мази целительных страданий. И прежде всего ты пожелал показать мне, как ты противишься гордым, смиренным же даешь благодать. И как ты, милосердие, вив людям путь смирения, ибо слово стало плотью и обитало среди людей. Ты доставил мне через одного человека, надутого чудовищной гордостью, некоторые книги платоников, переведенные с греческого на латинский. Я прочитывал там не в тех же правдословах, но то же самое, со множеством разнообразных доказательств, убеждающих в том же самом, а именно, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Человеческая же душа, хотя и свидетельствует о свете, но сама не есть свет. Слово, Бог, вот истинный свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. И был он в этом мире, и мир им создан, и мир его не познал. Того же, что он пришел в свое имение, и свои его не приняли, а тем, кто его принял верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Этого я там не прочел. Так же прочел я там, что слово Бог родилось не от плоти, не от крови, не от хотения плоти, а от Бога. Но что слово стало плоти, а обитало с нами, этого я там не прочел. Я выискал, что в этих книгах на всякие лады и по-разному сказано, что сын, обладая свойствами отца, не полагал себя самозванцем, считая себя равным Богу. Он ведь по природе своей и есть Бог. Но что он уничижил себя, приняв образ раба, уподобившись людям, и став по виду как человек. Смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестные. Поэтому Бог и превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Да бы перед именем Иисуса преклонило колено все, что на земле, на небе и в преисподней. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус пребывает в славе Отца. Этого в этих книгах нет. Что раньше всех времен и над всеми временами неизменяемо пребывает единородный Сын Твой, извечный, как и Ты. И что от полноты Его приемлют души блаженство и причастие мудрости в Нем пребывающее обновляется и умудряется. Это там есть. Но что в определенное время умер Он за нечестивых, и Ты Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, этого там нет. Он утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам, чтобы пришли к Нему труждающиеся и обремененные. И Он успокоил бы их, потому что кроток и смирен сердцем и направляет кротких по пути справедливости и научает покорных путям своим, видя смирение наше и труд наш, и отпуская все грехи наши. Они же, поднявшись на катурны, будто бы более высокой науки, не слышат говорящего. «Научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Хотя они и знают Бога, но не прославляют Его как Бога и не благодарят Его, суетны помышления их и омрачилось несмысленное сердце их, называя себя мудрыми, оказались глупыми. И поэтому прочитал я там, что приписали твою нетленную славу идолам и различным изображениям подобием тленного человека, птиц, четвероногих и змей. Вот египетская пища, ради которой Исаф потерял первородство свое, ибо народ, первенец твой, обратившийся сердцем к Египту, «Вместо тебя чтил четвероногой и склонял образ твой душу свою перед образом теленка, жующего сена. Я нашел эту пищу там и не стал ее жевать. Угодно тебе было, Господи, младшего Якова не умолить, пусть старший служит младшему, и ты призвал язычников в наследство свое. И я пришел к тебе от язычников и устремился к золоту, которое по воле твоей унес из Египта народ твой, ибо где бы оно ни было, оно было твоим. И через апостола своего сказал ты афинянам, что мы тобой живем и движемся и существуем, как говорили некоторые их единоплеменники. Оттуда же, во всяком случае, были и те книги. Я не потянулся к египетским идолам, которым они служили твоим золотом, заменили истину Божией ложи и поклонялись и служили твари вместо Творца. Десять. И, вразумленный этими книгами, я вернулся к себе самому и руководимый тобою, вошел в самые глубины свои. Я смог это сделать, потому что стал помощником моим ты. Я вошел и увидел оком души моей, как не слабо оно было, над этим самым оком души моей, над разумом моим свет немеркнущий. Не этот обычный, видимый каждой плоти свет, и не родственный ему, лишь более сильный и разгоревшийся, гораздо-гораздо ярче и все кругом заливший. Нет, это был не тот свет, они еще совсем-совсем отличные от такого света. И он не был над разумом моим, так, как масло над водою, не так, как небо над землею. Был высшим, ибо создал меня, а я стоял ниже, ибо был создан им. Кто узнал истину, узнал и этот свет, а кто узнал его, узнал вечность. Вечность. Любовь знает его. О, вечная истина, истинная любовь, любимая вечность. Ты, Бог мой, к тебе воздыхаю днем и ночью, и как только я узнал тебя, ты взял меня к себе. Да увижу, что есть тот, кого я пытался увидеть, и что я еще не тот, чтобы видеть. Ты ослепил слабые глаза мои, и ударяя в меня лучами твоими. И я задрожал от любви и страха. Я увидел, что далек от тебя в этой стране, где все от тебя отпало, и будто с высот услышал я голос твой. Я пища для взрослых. Расти, и ты вкусишь меня. И не ты изменишь меня в себе, как телесную пищу, но ты изменишься во мне. И я понял, что ты наставляешь человека за несправедливости его, и заставляешь душу его исчезать, как паутина. И сказал, неужели же истина есть ничто, ибо не разлита она ни в конечном, ни в бесконечном пространстве. И ты возгласил издали, я есмь, я сущий. Я услышал, как слышат с сердцем. И нечего было больше мне сомневаться. Я скорее усомнился бы в том, что живу, чем в том, что есть истина, постигаемая умом через мир сотворенный. Я рассмотрел все стоящее ниже тебя и увидел, что о нем нельзя сказать ни того, что оно существует, ни того, что его нет. Оно существует, потому что все от тебя, и его нет, потому что это не то, что ты. Истина существует только то, что пребывает неизменным. Мне же благо прилепиться к Богу, ибо если не пребуду в нем, не смогу и в себе. Он же, пребывая в себе, все обновляет. Ты, Господь мой, и благо мои тебе не нужны. Мне стало ясно, что только доброе может стать хуже. Если бы это было абсолютное добро или вовсе бы не было добром, то оно не могло бы стать хуже. Абсолютное добро не может стать хуже, и в том, в чем вовсе нет добра, нечему стать хуже. Ухудшение наносит вред. Если бы оно не уменьшало доброго, оно бы вреда не наносило. Итак, или ухудшение не наносит вреда, чего быть не может, или, и это совершенно ясно, все ухудшающееся лишается доброго. Если оно совсем лишится доброго, оно вообще перестанет быть. Если же останется и не сможет более ухудшиться, то станет лучше, ибо пребудет не ухудшающимся. Не чудовищно ли, однако, утверждать, что при полной потере доброго оно станет лучше. Если, следовательно, оно вовсе лишится доброго, то его вообще и не будет. Значит, пока оно существует, оно доброе, и, следовательно, все, что есть, есть доброе. А то зло, о происхождении которого я спрашивал, не есть субстанция. Будь оно субстанцией, оно было бы добром, или субстанцией, не подверженной ухудшению вовсе, то есть великой и доброй, или же субстанцией, подверженной ухудшению, что было бы невозможно не быть в ней доброго. Итак, я увидел, и стало мне ясно, что ты сотворил все добрым, и что, конечно, нет субстанций, не сотворенных тобою. А так как ты не все сделал равным, то все существующее, каждое в отдельности, хорошо, а все вместе очень хорошо, ибо все Бог наш создал весьма хорошо. И для тебя вовсе нет зла, не только для тебя, но и для всего творения твоего, ибо нет ничего, что извне вломилось бы и сломало порядок тобой установленный. Злом считается то, что взятое в отдельности с чем-то не согласуется, но это же самое согласуется с другим, оказывается тут хорошим, и хорошо и само по себе. И все то, что взаимно не согласуется, согласуется с низшим миром, который мы называем землей, с ее облачным и ветреным климатом, для нее подходящим. Да не скажу таких слов, лучше бы этого мира не было. Если бы я знал только его, то я пожелал бы лучшего, но из-за него одного должен был бы восхвалять тебя, ибо ты достоин хвалы. Об этом возвещают от земли великие змеи и все бездны, огонь, град, снег, лед, бурный ветер, исполняющий слово его, горы и все холмы, деревья подоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки дохвалят имя Господне, дохвалят тебя из небес, дохвалят тебя Божий наш, в вышних все ангелы твои, все воинства твои, солнце и луна, все звезды и свет, небо небес и воды, которые превыше небес, дохвалят имя твое. Охватив мысли все, я уже не желал лучшего, высшее, конечно, лучше низшего, но взвесив все по здравому суждению, я нашел, что весь мир в целом лучше высшего, взятого в отдельности. Нет здоровья в тех, кому не нравится что-либо в творении твоем, как не было его у меня, когда не нравилось мне многое, созданного тобою. И так как не осмеливалась душа моя объявить, что Господь мой не нравится ей, то и не хотела она считать твоим то, что ей не нравилось. И отсюда дошла она до мысли о двух субстанциях, но не находила покоя и говорила чужим языком. Отсюда же, исходя, создала она себе Бога, развитого повсюду, в бесконечном пространстве. Решила, что это ты, поместила ей его в сердце своем и стала храмом идолу своему, тебе отвратительным. Когда же без ведома моего исцелил ты голову мою и закрыл глаза мои, да не видят суеты, я передохнул от себя. Уснуло безумие мое. Я проснулся в тебе и увидел, что ты бесконечен, по-другому, но увидел это неплотским зрением. Я оглянулся на мир созданный и увидел, что тебе обязан он существованием своим и в тебе содержится, но по-иному, не так, словно в пространстве. Ты, Вседержитель, держишь его в руке, в истине твоей, и во все существующее истина, поскольку оно существует. Ничто не призрачное, кроме того, что мы считаем существующим, тогда как оно не существует. И я увидел, что все соответствует не только своему месту, но и своему времени. И ты, Единый Вечий, начал действовать не после неисчислимых веков. Все века, которые прошли и которые пройдут, не ушли бы и не пришли, если бы ты не действовал и не пребывал. Я по опыту понял, что неудивительно, если хлеб вкусный, здоровому, мучительно есть, когда болит небо. Свет, милый, хорошим глазам не сносен больным. И твоя справедливость не нравится грешникам, а тем более змеи и черви, которых ты создал хорошими, подходящими для низших ступеней твоего творения. Для них подходят и сами грешники, поскольку утратили они подобие твое. Они приблизятся к более высоким ступеням, поскольку это подобие восстановит. Я спрашивал, что же такое греховность? И нашел мне субстанцию, это извращенная воля от высшей субстанции, от тебя, Бога, обратившаяся к низшему, отбросившая прочь внутреннее свое и крепнущее во внешнем мире. Я удивлялся, что я уже люблю тебя, а не призрак вместо тебя, но не мог устоять в Боге моем и радоваться. Меня влекла к тебе красота твоя и увлекал прочь груз мой, и со стоном скатывался я вниз. Груз этот привычки плоти. Но со мной была память о тебе, и я уже нисколько не сомневался, что есть тот, кому мне надо прильнуть, только я еще не в силах к нему прильнуть, потому что это тленное тело отягощает душу и земное жилище подавляет многозаботливый ум. Я был совершенно уверен, что невидимое от создания мира постигается умом через сотворенное. Вечный же сила и божественность твоя. И раздумывая, откуда у меня способность оценивать красоту тел небесных и земных, быстро и здраво судить о предметах изменяющихся и говорить, это должно быть так, а то не так, раздумывая, откуда у меня эта способность судить, когда я так сужу, я нашел, что над моей изменчивой мыслью есть неизменная настоящая и вечная истина. И постепенно от тела к душе, чувствующей через тело, оттуда к внутренней ее силе, получающей известие о внешнем через телесные чувства. Здесь предел возможного для животных, далее к способности рассуждать, которая составляет суждение о том, что воспринимается телесными чувствами. Поняв изменчивость свою, она поднимается до самопознания, уводит мысль от привычного, освобождается от сумятицы противоречивых призраков, стремясь понять, каким светом на нее брызнуло. И когда с полной уверенностью восклицает она, что неизменная следует предпочесть изменяемому, через которое постигла она и само неизменное, если бы она не постигала его каким-то образом, она никоим образом не могла поставить его впереди изменяемого. Тогда приходит она в робком и мгновенном озарении к тому, кто есть. Тогда и увидел я постигаемое через творение невидимое твое, но не смог еще остановить на нем взора, отброшен назад своей слабости. Я вернулся к своим привычкам и унес с собой только любовное воспоминание, словно желание пищи, известной по запаху, вкусить ее я еще не мог. Я искал путь, на котором приобрел бы силу необходимую, чтобы насладиться тобою, и не находил его, пока не ухватился за посредника между Богом и людьми, за человека Христа Иисуса, который есть сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Он зовет и говорит, я есть им путь и истина, и жизнь, и пища, вкусить от которой у меня не хватало сил. Он смешал ее в плоти, ибо слово стало плотью, дабы мудрость твоя, которой ты создал все, для нас, младенцев, могла превратиться в молоко. Я сам несмиренный не мог принять смиренного Иисуса, Господа моего, и не понимал, чему учит нас его уничиженность. Он слово твое, вечная истина, высшая всех высших твоих созданий, поднимает до себя покорных. На низшей ступени творения построил он себе смиренное жилище из нашей грязи, чтобы тех, кого должно покорить, оторвать от них самих и переправить к себе, излечить их надменность, скормить в них любовь. Пусть не отходят дальше в своей самоуверенности, а почувствуют лучше свою немощь, видя у ног своих божество немощное от принятия кожаной одежды нашей. Пусть устав падут ниц перед ним, он же восстав поднимет их. Я же думал по-другому, и в Христе Господе моем видел только мужа исключительной мудрости, с которым никто не мог сравниться, тем более, что он чудесно родился от девы, дабы был пример презрения к временным благам ради достижения бессмертия. Мне представлялось, что по божественному она с попеченью, учение его и заслужило такую значимость. О том, какая тайна заключена в словах слова стала плотью, я и подозревать не мог. Я знал только из книг, написанных о нем, что он ел и пил, спал, ходил, радовался, печалился, беседовал. Знал, что со словом твоим это тело не могло соединиться без человеческой души и разума. Это знал каждый, кто знал неизменяемость слова твоего, которую знал и я в меру своих сил. Тут у меня не было никаких сомнений. В самом деле, то двигать по своей воле телесными членами, то не двигать ими, то испытывать какое-то чувство, то не испытывать, то излагать в словах умные мысли, то пребывать в молчании. Все это признаки ума и души, подверженных изменениям. Если это о нем написано ложно, то все эти книги можно заподозрить в обмане. И в этих книгах не остается ничего, что спасло бы верой человеческий род. А так как написанная правда, то я и считал Христа полностью человеком, имевшим не только человеческое тело, или же с телом вместе и душу, но без разума, но настоящим человеком, а не воплотившейся истиной. По-моему, его следовало предпочесть остальным по великому превосходству его человеческой природы и более совершенному причастию к мудрости. Алипий же полагал, что православной церкви верят в Бога, облегшегося в плоть, так как Христос это только Бог и плоть. Он полагал, что человеческой души и разума ему не приписывают. А так как он был крепко убежден, что дела его, о которых сохранилась запись, могли быть совершены только живым разумом, созданием, то он к христианской вере подвигался слинцой. Позже, однако, поняв заблуждение Аполлинариевой ереси, он присоединился к церкви, сорадуясь с ней и войдя в нее. Я же, признаюсь, значительно позднее понял, как словами слово стало плотью. Православная истина отделяется от фатиньевой лжи. Опровержение еретиков ярко освещает мысли твоей церкви и содержание ее здорового учения. Надлежит быть и ересям, дабы объявились испытанные среди слабых. Двадцать. Чтение книг платоников надоумило меня искать бестелесную истину. Я увидел невидимое, понятое чрестворение и отброшенный назад почувствовал, что по темноте души моей созерцания для меня невозможно. Я был уверен, что ты существуешь, что ты бесконечен, но не разлит в пространстве, конечном или бесконечном. Воистину ты существуешь. Ты, который всегда тот же, во всем неизменный, ничем неизменяемый. От тебя все получило свое существование. Единственное вернейшее тому доказательство в том, что оно существует. Я был в этом уверен, но слишком слаб, чтобы жить с тобой. Я болтал, будто понимающий, но если бы не в Христе, спасителе нашим, искал пути твоего, оказался бы я не понимающим, а погибающим. Я давно уже хотел казаться мудрым. Полнота наказания во мне. И я не плакал, больше того, я хвалился своим знанием. Где была любовь, строящая на фундаменте смирения на Иисусе Христе, когда учили меня и ей те книги? Я верю, что ты захотел, чтобы я наткнулся на них еще до знакомства с твоим писанием. Пусть врежется в память впечатление от них, пусть позднее, когда меня приручат книги твои, и ты целящими пальцами ощупаешь раны мои, пусть тогда увижу я разницу между превозношением и смирением, между видящими куда идти и невидящими дороги, ведущие в блаженное Отечество, которое надо не только увидеть, но куда надо вселиться. Если бы я от начала воспитался на святых книгах твоих, если бы стал ты мне сладостен от близкого знакомства с ними, только потом встретился я с теми книгами, то может быть они бы выбросили меня из крепости моего благочестия, а если бы я и устоял в том здравом настроении, которое уже охватило меня, то все же мог подумать, что человек, изучивший одни эти книги, может даже его почувствовать. Итак, я с жадностью схватился за почтенные книги, продиктованные Духом Твоим, и прежде всего за послание апостола Павла. Исчезли все вопросы по поводу тех текстов, где, как мне казалось когда-то, он противоречит сам себе и не совпадает со свидетельствами закона и пророков проповедь его. Мне выяснилось единство этих святых изречений, и я выучился ликовать в трепете. Я начал читать и нашел, что все истинное, вычитанное мной в книгах философов говорится и в твоем писании при посредстве благодати твоей. Да не хвалится тот, кто видит, будто не от тебя получил он не только то, что видит, но и самую способность видеть. А что имеет человек, кроме им полученного? Да вразумеется он не только увидит тебя, всегда одного и того же, но да излечится, чтобы быть с тобою. Тот, кто издали не может увидеть тебя, пусть все же ступит на дорогу, по которой придет, увидит и будет с тобою. Если человек наслаждается законом Божиим по внутреннему человеку, то, что сделает он с другим законом, который в членах его противостоит закону ума его, и ведет его, пленника по закону греха, находящегося в членах его. Ибо ты справедлив, Господи. Мы же грешили и творили неправду, поступали нечестиво, и отяжелела на нас рука твоя. По справедливости переданы мы древнему грешнику, начальнику смерти, ибо он убедил нашу волю уподобиться его воле, не устоявшей в истине. Что же сделает несчастный человек, кто освободит его от этого тела смерти, как неблагодать твоя через Иисуса Христа, Господа нашего, которого ты породил прежде всех веков и создал в начале путей твоих, которым владыка этого мира не нашел ничего заслуживающего смерти, и убил его, так уничтожена рукопись, составленная против нас. Вот этого в тех книгах не было. Не было в тех страницах облика этого благочестия, слез исповедания, жертвы тебе, духа уничиженного сердца, сокрушенного и смиренного. Не было ни слова о спасении народа, о городе, украшенном как невеста, о залоге святого духа, о чаша, нас искупившей. Никто там не воспевает, разве не Богу покорена душа моя, от него спасение мое, ибо он Бог мой, спасение мое, защитник мой, не убоюсь больше. Никто не услышит там призова, придите ко мне страждущие, они презрительно отвернутся от учения того, кто кроток и смирен сердцем. Ты скрыл это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Одно увидеть с лесистой горы отечества мира, но не найти туда дороги и тщетно пытаться пробиться по бездорожи среди ловушек и засад, устроенных беглыми изменниками во главе со львом и змием. И другое держать путь ведущий туда охраняемой заботой небесного вождя. Там не разбойничает они бегут от него, словно спасаясь от пытки. Эти мысли чудесным образом внедрялись в меня, когда я читал меньшего из твоих апостолов. Созерцал я дела твои и устрашался. Книга восьмая. Боже мой, как вспомнить и возблагодарить тебя, как исповедать милосердие твое, на меня излитое. Да исполнятся кости моей любовью к тебе, и да воскликнут Господи, кто подобен тебе. Ты разорвал оковы мои, да принесу тебе приношение хвалы. Каким образом ты разорвал их, об этом я расскажу. И все поклоняющиеся тебе, услышав мой рассказ, воскликнут благословен Господь на небе и на земле, великое и дивное имя его. В глубине сердца были слова твои. В плену держал ты меня. Я был уверен, что ты пребываешь вечно, но вечность это была для меня загадкой, отражением в зеркале. Ушли все сомнения в твоей неизменной субстанции, в том, что от нее всякая субстанция. Не больше знать о тебе, а уверенно жить в тебе хотел я. В моей временной жизни не было ничего прочного и следовало очистить сердце мое от старой закваски. Мне нравился путь сам спаситель, но не было охоты идти этим узким путем.